МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Санкции по-новому. Конгресс США намерен изменить правила ввода ограничений, в том числе против России. Почему? Закон связывает руки Трампу. Центр города, автоматные очереди, пятеро раненых, двое погибших. Оба ранее участвовали в АТО. Накануне вечером кровавой перестрелкой завершилась встреча бизнесмена в Днепре. После неудачной попытки договориться в ход пошло оружие. Из-за чего произошел конфликт? Все версии собирала Елена Медалюк. Проспект Гагарина, центр города. Оживленный район. Около восьми часов вечера здесь прозвучали выстрелы. Это видео сняли жители одного из домов из окна своей квартиры. Слышны автоматные очереди. Через несколько секунд на землю падает человек. Как выяснится позже, в одном из летних кафе проходила встреча двух бизнесменов. Очевидцы говорят, мирным переговоры шли недолго. Сначала были какие-то звуки, как будто бились бутылки или стекло или что-то такое. И потом начались выстрелы очередя именно серьезные. В результате перестрелки погибли двое бойцов в АТО. Они пришли на встречу в качестве группы поддержки с Эдуардом Саокеаном. Это известный Днепри адвокат, участник АТО. Самого его ранили. Журналистам о том, что стало причиной вооруженного конфликта, рассказал немного. В кафе был с братом Эдуардом, который владеет строительным бизнесом. И приехал решать финансовые вопросы с компаньоном. Кто он, на камеру не говорит. Но в протоколе, составленном полицейскими, фигурирует имя гражданина Израиля Шалома Нахшона. Наезжали на брата моего. По поводу чего? Якобы, что кому-то там должен денег. На самом деле он не должен их. Мы приехали с бумагами разобраться, что вот все бумаги, никому денег не должны. Потом подвалило... Сперва был их один или два человека. Потом подвалила резко толпа. И у одного подпортный я увидел автомат, что у него подпортный. Четверо нападавших ранены. Они в больнице. Их личности уже установлены. Как сообщили правоохранители, один из них уроженец Донецкой области, другой не является гражданином Украины. Еще двое местные жители. Все ранее судимы. Еще трех участников конфликта ищут. Это люди, связанные с своим способом жизни. Раньше, некоторые из них тоже разом шкуривали злочин. Пообщаться с этими людьми не удалось. Они отказались от интервью. Непонятно пока и кто первым открыл огонь. Известно только, что Саакян стрелял из карабина вулкан. Оружие зарегистрировано. Подтвердили полиция. Другие участники перестрелки были вооружены автоматом и пистолетами. Мы имеем автомат Калашникова, имеем пистолеты и другое оружие, которое сейчас будет исследовано. Его история. Возможно, использование в других преступлениях. Следствие рассматривает только одну версию конфликта. Финансовую друзья пострадавших выдвигают в свою. Те люди, которые стреляли, они видели и хорошо понимали, в кого стреляют. Погрозы от этих же людей надходили родине Саакяна уже некоторый час. Уже некоторый час надходили. В соответствии, была заявка до Шевченского районного отдела полиции. Насколько я тоже знаю, никакой реакции на эту заявку, на эти погрозы не было. Хотя и потерпевшие, и нападающие в многом сейчас умалчивают подробностям, из собственных источников стало известно, о чем шла речь на встрече, которая закончилась перестрелкой. Брат Саакяна с еще одним бизнесменом построили многоквартирный дом. Последнюю квартиру продали в мае этого года, после чего компаньон Саакяна заявил, что партнер остался должен ему 119 тысяч долларов. Есть еще один момент в этой истории. Вопрос о легализации оружия. Например, министр юстиции считает, что это должно стать темой широкого обсуждения в обществе. С другой стороны, на улицах сейчас слишком много тех, кто вооружен и начинает по любому поводу. А защищаться в такой криминогенной ситуации каждый вынужден как может. Елена Миндалюк, Евгений Краднецов. Подробности, телеканал Интер. В больнице сейчас остаются пятеро раненых. Двое из них уже в статусе задержанных. Все детали готова рассказать Елена Миндалюк. Лен, здравствуй, тебе слово. Всех пострадавших во время перестрелки привезли в областную больницу имени Мечникова. Врачи сразу же начали заниматься самым тяжелым пациентом. В карете скорой помощи. Он уже был в состоянии клинической смерти. Крайне тяжелого привезли. В ремзале он погиб. То есть остановка сердца. На протяжении часа пытались установить сердечный день. Но, к сожалению, он погиб. Сердце остановилось у Максима Ивачука, бывшего бойца 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады. На месте погиб Алексей Вагнер. Бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады. Раненого адвоката Эдмонда Саокяна в больницу привез брат Эдуард. У него несколько сквозных ранений. Сразу попали мне в живот. Я сразу стрелять начал в ответ. Потом попали в ногу. Один раз я упал. Попали второй раз в ногу. Я стрелял в ответ. Попали в плечо. Саокяна прооперировали. Его состояние оценивают как тяжелое. Что касается четырех раненых, с другой стороны конфликта угрозы и жизни нет, говорят медики. Один в реанимации, трое в травматологическом отделении. Поранения разнообразные. Поранения червяной поражнины, поранения концевок, вогнепальный перелом гомилки и слепые поранения в яких теней. В реанимации нападавшие и раненый адвокат были около суток в разных боксах, но разделяла их всего лишь стеклянная перегородка. Сейчас всех перевели в отдельные палаты. Возле каждой дежур от оперативники. Общаться с журналистами раненые отказались. Двое из нападающих уже находятся в статусе задержанных. Им должны предъявить обвинения. Роль в конфликте еще двоих должна выяснить полиция. Елена Миндалюк, Евгений Коденцов. Подробности. Телеканал Интер. Днепр. Лен, спасибо. Елена Миндалюк рассказала о состоянии раненых во вчерашней перестрелке в Днепре. Предстоит выяснить и роль самого Саакяна в конфликте, да и вообще сколько было участников. По словам адвоката, около 15. Тогда почему задержаны только двое? Он также рассказал, что вместе с братом и друзьями-атошниками пришел на встречу без оружия. А только когда оппонента направили на него пистолет, нашел предлог отправиться за карабином в машину. И тогда завязалась перестрелка. А в сети появился разговор патрульных после стрельбы о том, что четверо раненых с места скрылись на белой Тойоте и сами приехали в больницу Мечникова. По пути выбросили из машины оружие, а чуть позже полиция стала разыскивать еще один автомобиль нападавших Субару. Направление передовало. 16 тысяч гривен за интенсивность труда. Хотя резонансные преступления годами не раскрываются и узнать о ходе следствия почти невозможно. Аваков редко выходит в прессе, зато частенько прогуливает заседание Кабмина в пятничные отчеты перед нардепами. Однопартиец Авакова Максим Поляков внес за себя залог 304 тысячи гривен. Об этом сам Поляков, подозреваемый в получении взятки, отчитался в Фейсбуке. А вот носить электронный браслет Поляков отказался и утверждает, что это принуждение противоречит Конституции. Ранее надеть браслет на фигуранта янтарного дела постановил суд. Правоохранители заявили, что пытались это сделать, но безрезультатно. Другой подозреваемый по янтарному делу, нардеп Борислав Розенблат, браслет уже носит, а солидный залог в 7 миллионов гривен, как утверждает, за него внесла семья. Пока Розенблат не расстался со своим загранпаспортом. Все говорит из-за опечатки в документе. Еще одно дело за лживую е-декларацию. Чиновник Укрзалезницы Александр Ященко, которого раньше поймали на взятки в 4 миллиона гривен, скрыл 7 золотых слитков, 220 тысяч долларов, 13 тысяч евро, ценные часы и прочие драгоценности. Все это в ходе обыска в сотрудники прокуратуры Киева нашли в банковской ячейке с супругой Ященко. В этом при этом декларации чиновник указал только 150 тысяч гривен на счетах жены. Теперь имущество арестовали, а на менеджера Укрзалезницы завели еще одно дело. Результат масштабных обысков в Укрспирте – изъятие продукции на 180 миллионов гривен, а это почти миллион литров алкоголя. Спецоперация, в которой задействовали порядка 500 правоохранителей, началась вчера на 41-м спиртзаводе в 14 областях. Проверку проводила налоговая полиция под руководством ГПУ. Предприятия подозревали в изготовлении левого спирта. Напомню, в мае этого года в Киеве расстреляли бывшего директора Укрспирта Вадима Панкова. Одна из основных версий убийства – профессиональная деятельность Панкова. Пока по этому делу никто не задержан и обвинения никому не предъявлены. В Киевской области разоблачили подпольный конвертационный центр с оборотом 72 миллиона гривен. Об этом сообщили в государственной фискальной службе. Клиентами центра были предприятия и частные лица. Мошенники снимали крупные суммы в банкоматах. За обналичку брали около 10% от суммы. Счета для своих схем открывали в четырех банках. Налоговики провели уже несколько обысков в офисах и домах организаторов. Наложили арест на их имущество, изъяли 52 тысячи евро, 33 тысячи долларов и 150 тысяч гривен. За последние сутки боевики стали реже открывать огонь, но полной тишины нет. Дважды разведгруппы боевиков пытались подойти вплотную к украинским позициям. Каждый раз завязывались бои. Продолжит Руслан Смещук. День спокойно, в ночи начинают кошмары. Так, в принципе, нормально. Эти развалины, так называемая шахта Бутовка, вентиляционный ствол шахты имени Засядька между Авдеевкой и Донецком. Воронок и дыр от вражеских снарядов и мин в стенах тут опять стало больше. Несколько дней назад по этим позициям бил танк боевиков. Десь в закрытой позиции стрелял, трохи навесом. Потому что, если бы прямой было наводкой, то была бы больше воронка. Землю повывертало в ту сторону. А так, в принципе, по напрямку, только можем понять, что он стрелял в аэропорт. Пользуясь затишием, украинский солдат проводит своеобразную экскурсию, демонстрируя, куда попали танковые снаряды. Сделал 4 выстрела. Один перед шахтой, там воронка есть. Второй вот сюда в стену, третий чуть дальше сюда в стену. И четвертый в створ шахты. Наши военные нашли видео боевиков, где оператор противника с привязкой к местности снял вражеские позиции напротив. Так что теперь боевиков ждут многочисленные сюрпризы. Позавчера просмотрели интересное видео, там снимали их волонтеры. В результате чего мы, скажем так, досконало изучили. Не только их быт, а и их боевые позиции. Поэтому все в порядке. Волонтеры ДНР молодцы. И хотя в последнее время боевые действия в зоне АТО идут в рамках позиционной войны, боевики по-прежнему пытаются приблизиться к расположению наших военных. Так, например, накануне в районе поселка Трехизбинка Луганской области. От вражеских обстрелов по-прежнему страдают и местные жители. К примеру, в селе Новотроицка, это недалеко от Волновахи, снаряды боевиков ударили прямо по Мирным улицам. Выше Абрикоса там упал. В огороде? Да, в огороде. Но она по одной траектории. Ну вот они, три штуки. Вот этот последний. Потому что до меня полетел один свист, разрыв. Второй разрыв. А потом третий я в душе как раз купался. Когда эта сама земля полетела... К счастью, обошлось без жертв. Руслан Смещук, Вадим Ревун, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Вопрос поставок оружия в Украину для борьбы с боевиками на Донбассе активно рассматривают в Вашингтоне. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. При этом он отметил, в нынешних условиях это просто необходимо. Москва после таких заявлений поспешила сообщить, такой шаг со стороны Вашингтона не будет способствовать урегулированию конфликта. А вот Россия будет поставлять зенитно-ракетные комплексы С-400 Турции. Переговоры между странами велись с прошлого года. Турция, как член НАТО, пыталась ранее договориться с Соединенными Штатами об аналогичной сделке. Но переговоры провалились. После чего Анкара активно обсуждала этот вопрос с Москвой. И это вызывало беспокоенность Вашингтона. Накануне стороны все же подписали контракт. Сумма сделки 2,5 миллиарда долларов. Новая санкция против России в американском конгрессе сегодня планирует проголосовать за законопроект, который во многом изменит политику самих Соединенных Штатов. Почему, выяснял Дмитрий Анопченко. Конгресс меняет правила игры. Палата представителей запланировала рассмотреть сегодня новый законопроект о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. Но главное даже не это, а норма, которая дает конгрессменам право вето, если в будущем президент попытается эти ограничения изменить. Пока что глава государства может санкции своим указом смягчить или ужесточить. Но в законе прописали, он должен в конгресс на поклон прийти и объяснить, что именно собирается делать. Причем забирают полномочия у президента вовсе не его противники, демократы, а как раз однопартийцы, республиканцы, которые и контролируют Нижнюю палату. Дональд Трамп сейчас в очень шикотливой ситуации, ведь документ направлен по сути не только против России, но в прессе подается исключительно как законопроект о санкциях против Кремля. И команда Дональда Трампа в ситуации выбора между плохим и еще худшим, выбора из двух зол, либо пойти на уступки конгрессменам и добровольно отдать им свои полномочия по влиянию на внешнюю политику, такого ни при одном президенте не было, либо свои полномочия отстаивать закон тормозить, либо и вовсе использовать право вето, и мгновенно наткнуться на серию обвинений в сговоре с Кремлем. А их и без того хватает. В итоге Белый дом пошел на хитрость. Заявил, Трамп в целом за санкции, но о новом законе свое мнение выскажет после того, как обе палаты его примут. Рассчитывая, что пока документ до Сената дойдет, в него и правки внесут, и время удастся выиграть. И бизнес, и политики теперь пытаются разобраться, а что изменится и в самих Соединенных Штатах, и в мире, если законопроект все-таки будет проголосован и подписан. Выяснили, он блокирует кредиты для российских банков. Те максимум на две недели смогут в Штатах деньги занять. А российская экономика вся сейчас зависит от перекредитования. В документе впервые прописали противодействие строительству газопровода «Северный поток-2». В тексте указано, он наносит вред энергобезопасности ЕС, Восточной Европы и Украины. А еще предусмотрены санкции для тех, кто вложит больше миллионов в строительство российских газопроводов или даже будет предоставлять для них услуги, технологии или информационную поддержку. Выделят и деньги. 250 миллионов долларов в ближайшие два года для противостояния российскому влиянию. Политика здесь меняется, меняется резко, гайки закручивают. И сегодня палата представителей Конгресса должна сделать для этого первый шаг. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер». Тем временем Брюссель заявляет, новые американские санкции могут затронуть и европейские компании. В Еврокомиссии даже составили перечень проектов, которые могут пострадать. Как собирается реагировать Евросоюз, выясняла Елена Абрамович. Антироссийские санкции Вашингтона становятся антиевропейскими. Брюссель бьет тревогу. От ограничений пострадает 8 проектов, в которых задействованы европейские компании. Ведь штрафы угрожают и предприятиям, которые занимаются не только разработкой новых, но и модернизацией или поддержкой старых проектов, связанных с Россией. То есть затронут санкции не только газопроводы в обходы Украины, Северный поток 1 и 2, но и, например, техническое обслуживание существующих трубопроводов из России в Украину. В течение последней недели Брюссель пытался донести эту информацию до Вашингтона. Мы следим за этим процессом с некоторой озабоченностью, касающейся энергетической независимости ЕС и наших интересов в энергетической безопасности. Мы задействовали все дипломатические каналы, чтобы обратиться по поводу этих опасений к нашим коллегам США. Для нас единство G7 в вопросе санкций очень важно, как и уважение к выполнению минских соглашений. За выходные миссия ЕС в Вашингтоне все-таки убедила конгрессменов США внести вправки в документ. Например, в новой версии санкции будут касаться проектов доли России, в которых больше трети, а не 10%, как предлагалось ранее. Но пройдет ли голосование, смещенная версия, никто не знает. Чтобы обсудить план, как отреагировать в считанные дни после введения штатами санкций, Еврокомиссия отзывает собрание завтра. Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности Брюссель. Европейское бюро телеканала Интер. Украина пыталась саботировать американские выборы президента и поддерживала кандидата от демократов Хилари Клинтон. Такие обвинения в адрес Киева высказал Дональд Трамп. Об этом он написал на своей странице в Твиттере. Цитирую. Попытки Украины саботировать компанию Трампа потихоньку работали на улучшение позиций Клинтон. И где же расследованием генеральный прокурор? В посольстве Украины в Соединенных Штатах заявили дословно следующее. Ответственно заявляем, правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов на выборах в 2016 году. Украина гордится поддержкой обеих партий в США. В Госпогранслужбе Украины новый руководитель. Им стал Петр Цигикал, занимавший до этого пост директора Департамента оперативной работы погранслужбы. Его предшественник Виктор Назаренко, который три года возглавлял ведомство, сегодня написал рапорт об отставке по состоянию здоровья. Напомню, в прошлой пятницу он потерял сознание во время выступления президента Беларуси на его встрече с Петром Порошенко. После этого Назаренко несколько дней провел в реанимации. От государственных дел Назаренко не отойдет. Петр Порошенко назначил его своим советником и повысил в звании. Виктор Назаренко стал генералом армии. Здоровье есть здоровье. Мы должны это рассчитывать. Мною было принято решение задовольнити рапорт. Одночасно я подписал указ про призначение, про звольнение с посади головы службы и призначение генерала Назаренко своим братом. Самое главное, что всю доверию мне оказал, выявил президент Украины. Я считаю, что за всю многовековую историю, которую имеет Украина, реальную независимость, она имеет впервые эти последние три года. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Освободите пляж. Как Одесская прокуратура воюет с бизнесменами на берегу и почему этого опасаются общественники? Кризис Храмовой горы. На какие уступки готовы те Израиль и устраивает ли это палестинцев? Статуэтка за 140 тысяч гривен. Харьковский митрополитен оказался в числе покупателей наград от Оксфорда. Фейковых. Напомню, вчера издание «Таймс» сообщило, одна из украинских компаний продавала поддельные награды под видом британских. Во всем разбиралась Светлана Шакера. Светлана Шакера. Награду получил и Харьковский митрополитен. Награда за достижения в области качества. Так называется статуэтка, которую получил митрополитен. Вот она на сайте КП. Активисты антикоррупционного центра говорят, митрополитен ее купил за 140 тысяч гривен. И даже провел через систему Прозоро, как услугу по оформлению и сопровождению документов на получение международной премии. В Харьковском офисе EBA нас встречается основатель премии Антон Савов. Только вернулся из Европы. Все обвинения британских журналистов отвергает. И говорит, бренд Оксфордского университета не использует. Тут написано «Welcome to the Oxford Summit of Leaders». Ну я ж не виноват, если компания в Оксфорде и саммит проводится в Оксфорде. И если саммит проводится в Оксфорде, то какое он должен называть? Ну при чем тут университет? Университет никакого отношения не имеет к саммитам лидеров. Савов признается, выдал награды митрополитену и ректору юридической академии. Есть элементарные вещи. Значит, все компании, которые занимаются организацией и проведением церемоний, естественно берут деньги. Вы должны это понимать. Почему убыточный митрополитен, которому горсовет постоянно выделяет финансовую помощь, покупает себе такие игрушки, в мэрии толком объяснить не могут. А награды якобы узнали от журналистов. Мы, как городской совет и исполнительные органы городского совета, ни в коем случае не хотим попасть под действия законов о коррупции и никогда не вмешиваемся в финансово-хозяйственную деятельность о коммунальных предприятиях. То, что касается награды. Есть вопросы. Пусть правоохранительные органы берут и проверяют, куда были потрачены деньги. В антикоррупционном центре готовят заявление в полицию с просьбой открыть производство о нецелевом использовании бюджетных средств. Светлана Шекер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков. Дело скандального экс-министра экологии времен Януковича Николая Злачевского разваливается в судах. Выше админсуд отказал антикоррупционной прокуратуре, где намеревались аннулировать лицензии компаниям Злачевского на добычу газа. В свое время бывший министр выдал эти разрешения своим же предприятиям. По закону Злачевский должен был это согласовать с местными облсоветами. Судей вернули дело о коррупции, потому что прокуратура просрочила время подачи иска. Не было дозволей в местных громад на выдобуток этих лицензий. Лицензии были отриманы в порушении процедуры. Это факт. Почему государство в особе антикоррупционных прокуроров не смогла профессионально отстаять свои интересы? Это вопрос к антикоррупционным прокурорам. Государство потеряло возможность вернуть несколько родовищ. В антикоррупционной прокуратуре от комментариев сегодня отказались. Мы также обратились в НАБУ с запросом, есть ли результаты расследования по другим уголовным делам против Злачевского. Ждем ответа. Напомню, в 2014 в отношении экс-министра открыли уголовное дело о незаконном обогащении. Злачевского объявили в розыск. Однако позже статью сменили на более мягкую. Подозрение с бывшего чиновника сняли, а его компания просто уплатила 180 миллионов гривен налогов. И в январе ГПУ закрыла все уголовное производство против Злачевского. В Одессе прокуратура объявила войну арендаторам городских пляжей. В судебном порядке требуют, чтобы как минимум половина коммерсантов освободили побережье из-за выявленных нарушений. Что это? Попытка навести порядок или банальный передел прибыльного бизнеса? Мене сторон собирали наши корреспонденты. Песок, заставленный платными топчанами, шатрами, покрытый деревянными настилами, а на них бары, рестораны, аттракционы. Курортникам зачастую даже прилечь негде, чтобы позагорать. В итоге многие вынуждены перебираться либо на грязные общественные пляжи, либо ютиться на задворках коммерческих зон. Вот если вы сами посмотрите, то по уголкам, по уголкам люди как бы... Мы как мышки. Я считаю, что тут нет доступного отдыха для средних слоев населения. Прокуратура проанализировала все жалобы, нарушения и подала в суд на 36 предпринимателей, арендующих пляжи у города. Требуют немедленно разорвать договоры. В итоге коммерсантов могут выгнать примерно с половины территории Одесского побережья. Прокурор показывает. Вот, например, типичные нарушения правил эксплуатации. На пляже нет спасательной станции, медпункта, а деревянные строения незаконны. Предпринимателей комментировать судебные иски не хотят. Общественники же к действиям прокуратуры относятся скептически. Версий две. Либо центральные органы власти с местным руководством не поделили сферы влияния, либо в Одессе готовится передел рынка пляжных услуг. И если так, то вряд ли на освободившееся побережье придут добросовестные участники. Скорее всего, да, таким образом пытаются выяснять, кто здесь за главного, кто тут хозяин. Это очень напоминает ту же картину, которая обычно происходила здесь. То есть приходит новый, но процесс один и тот же. В Одесской мэрии версию такого заговора отрицают. Главный аргумент – уж очень сложная многоходовочка. Ну уж слишком много тогда в ветве и власти вовлечено вот в этот весь процесс. И исполнительная ветка власти, и надзирающая, да, там, и судебная. В результате, как бы, ну, ну, очень большой заговор. Первые иски против арендаторов пляжей прокуратура уже выиграла. Обещает на этом не останавливаться. Тем временем, даже при беглом осмотре Одесского побережья обнаруживается еще масса проблем. Так, на пляже Аркадия прямо с отдыхающими соседствует труба, по которой стоки сливаются прямо в море. Как результат, на поверхности огромное пятно бурого цвета. И среди всего этого купаются люди. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности, телеканал Интер, Одесса. В госслужбе по чрезвычайным ситуациям обнародовали предварительную причину резонансного пожара в Одессе на пляже Лонжерон. Напомню, вчера вечером там дотла сгорел популярный ресторан «Хуторок». Специалисты считают, произошло это из-за неправильного использования мангала. Искрой из очага перебросилась на легковоспламеняющиеся конструкции. В СМИ, между тем, высказывают и предположения об умышленном поджоге. Дело в том, что бизнес-разборки в таком огненном стиле для пляжной Одессы далеко не редкость. Всего в «Хуторке» огнем были охвачены 800 квадратных метров. Пожарные боролись с пламенем три часа. Один из сотрудников пострадал, получив тепловой удар. Открытый огонь быстро распространялся по камышовой крыше и деревянным конструкторам двухэтажного здания. Также развитию пожара способствовали периодические взрывы газовых баллонов. Кризис вокруг Храмовой горы вроде бы пошел на спад, но еще далек до завершения. Израильские власти смонтировали металлодетекторы, предлагают альтернативные способы обеспечения безопасности, но ни один из вариантов не устраивает мусульман. Сергей Ауслендер расскажет больше. После долгих переговоров, в которых принимал участие глава службы безопасности Израиля, Иерусалим принял решение демонтировать металлодетекторы, установленные при входах на Храмовую гору. В обмен на это и Ордания выпустила со своей территории охранника израильского посольства, который накануне застрелил двух граждан этой страны. При этом следователи в Амане опубликовали официальные выводы расследования, которые говорят о том, что со стороны израильтянина это все же была необходимая самооборона. Вместо металлодетекторов на Храмовой горе принято решение установить специальные видеокамеры, которые могут различать лица и обнаруживать спрятанное оружие. Но этот вариант тоже не устраивает мусульман. Их лидеры по-прежнему запрещают своим последователям молиться внутри мечети Алякса. Пока безопасность на Храмовой горе обеспечивается лишь резким увеличением числа полицейских. Мы еще не приняли какое-то решение, поэтому говорим всему палестинскому народу, что мы будем молиться возле ворот мечети Алякса. И будем молиться во дворах и на улицах Иерусалима. В соответствии с Кораном до тех пор, пока сможем войти в мечеть Алякса. Я еще раз напомню последовательность событий. 14 июля три араба из автоматов на Храмовой горе расстреляли полицейский патруль. Погибли двое стражей порядка, причем оба оказались мусульманами. В ответ на это власти приняли решение установить при входах в мечеть Алякса рамки металлодетекторов. И это сразу вызвало резкие протесты со стороны арабов. Они заявили, что им запрещают молиться в мечети, хотя никакого запрета, конечно, не было. Разразился серьезный кризис, который вызвал целую волну столкновений и терактов. С обеих сторон были и погибшие, и множество раненых. Среди израильтян мнения тоже разделились. Одни считают сегодняшние действия правительства по демонтажу металлодетекторов правильными. Единственным способом разрешить эту проблему, другие полагают, что это капитуляция перед террором. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Почему в Калифорнии из питьевых фонтанчиков вместо воды потекла текила? Как приготовить яичницу без огня по-дубайски? И как перевоспитывают хакеров в Британии? Об этом и только наш обзор. В Лос-Анджелесе из фонтанчиков для питья полилась текила. Так в этом году местная компания решила отметить национальный день текилы. Впрочем, неожиданное алко-счастье длилось недолго, всего несколько часов. К тому же к текильным фонтанам допускали только тех, кому уже исполнился 21, и кто предварительно подписал специальную форму об освобождении организаторов действия от ответственности за последствия. Обошлось без эксцессов. В Дубае показали, как приготовить яичницу без огня прямо на асфальте. Согласно видеоинструкции, сковородку следует оставить на тротуаре на 10 минут. Благо летом в Дубае он обычно нагревается до 50 градусов по Цельсию. Масло, яйцо, немного соли и перца. Через минуту дорожная яичница готова. Стало ли это новым кулинарным хитом среди местных жителей, пока неизвестно. В швейцарском Цюрихе появятся первые в мире здания, возведенные исключительно роботами. При строительстве экспериментального трехэтажного строения площадью 200 квадратных метров задействована только техника, управляемая компьютером. Уникальный объект планируют завершить до 2018-го, после чего там будет офис для ученых-исследователей. В британском Бристоле открыли первый центр реабилитации для хакеров. Там планируют перевоспитывать киберпреступников и в дальнейшем использовать их для работы в спецслужбах. Правильному применению кибернавыков в данный момент обучают семерых хакеров. Во время занятий они в том числе должны обнаружить слабые места в местной системе безопасности и сообщить об этом руководству за вознаграждение. В американском штате Висконсин одна из компаний намерена имплантировать своим сотрудникам микрочипы. Их планируют вживлять подхожу между указательным и большим пальцами, после чего работники компании смогут открывать двери в офисе без ключей, включать компьютеры без паролей и покупать еду в автоматах. Поддержать нововведение уже согласились больше половины сотрудников компании. Астронавт НАСА решил обновить представление землян о том, как выглядит полярное сияние из космоса. Ускоренное видео на своей странице в Твиттере опубликовал Джон Фишер, находящийся на МКС. Кадры с необычными зелеными огнями он снял на расстоянии 400 километров от Земли. Помочь тому, кто сам помогает. Наша коллега Инна Жмут нуждается в дорогостоящем лечении. У нее редкая форма рака, деньги нужны на химиотерапию. Мы, медийщики, редко о чем просим, но эта беда нас объединила. Объединила все телеканалы разных медиагрупп. И мы начинаем своеобразный марафон в поддержку Инны. Сумма необходимая на лечение немалая – 40 тысяч евро. И вот сегодня утром интернет взбудоражила новость. Известие о болезни Инны не просто взбудоражило, а шокировало ее друзей и близких. Она долго молчала о страшном диагнозе, пока не осознала – одно и лечение не потянуть. Редкая форма рака, бороться с ней согласились немецкие врачи. Один случай на миллион. Она даже нам, своим самым близким друзьям не хотела абсолютно ничего говорить очень долгое время. Но потом уже, когда стало понятно, мы начали убеждать, что Инка, тебя очень многие любят, тебя очень многие знают. Очень много людей тебе захотят помочь. Надо просто попросить. Самое страшное, что может услышать больной, вам нельзя помочь неоперабельно. Но Инне помочь можно. Необходимы шесть курсов химиотерапии, каждый по 7,5 тысяч евро плюс сопутствующие расходы. Это тот случай, когда журналист ищет интересные истории для программы и неожиданно сам попадает в историю. О политике, происшествиях, новациях ей любая тема по плечу. Политическая стратегия, это фактически партия в шахмат. Пока не подуешь в трубку, не поедешь. Фредка Кузьма вместе с друзьями тоже ищет опекуна. Своими материалами Инна всегда стремится помочь людям. Теперь поддержка нужна ей. Помочь Инне призывают медийщики разных телеканалов. Ее нынешние и бывшие коллеги. Она очень качественный журналіст, очень грамотная и профессиональная людина. Я уверена и уверена, что мы эти суммы соберем и допоможем Инне. И все будет хорошо, и она вернется на работу. И я думаю, что она очень много узнает и очень много расскажет, что рак – это не вырок. Инна – это тот журналіст, для которого принциповым есть пощадь правды и установление справедливости. Она очень быстро чувствует чужой боль и пропускает чужую беду через себя. Она настолько чувствительна и позитивна, что то добро, которое она поменяет, неодминно должна вернуться к ней примноженным. Если мы вместе, мы способны врятовать Инну. Нам нужны две вещи. Нам усі. Первое – подумать и желать, хотя бы в думках Инны, мощности, витривалости и успешной борьбы с недугой, с хворобой. А второе – давайте поможем, кто чем сможет, какой-то причин для того, чтобы и насильная людина, она впорается, но с нами ей будет это сделать намного легче. Когда человек попадает в беду, важно не оставить ее саму. Важливо каждая простянутая рука, каждый неблагодушный взгляд. И мы хотим сказать, Инне, так, ты очень сильная, но ты не мусишь проходить этот шлях сама. И ты не одна в своей борьбе. С тобой твоя большая медийная родина, и мы обязательно победим. Сама Инна тоже полна решимости и оптимизма. Начала вести в интернете блог, где делится своим опытом борьбы с этой болезнью. Харьковские журналисты, друзья и земляки Инны также присоединились к марафонам. Они устроили флешмоб, записали видеоролик в поддержку нашей коллеги. И тоже обратились ко всем неравнодушным с просьбой помочь Инне Жмут. Слушай, ты почему-то постоянно на меня кричишь, срываешься. Хотя, знаешь, честно говоря, я уже даже соскучился по этому. Приезжай, устрой мне взбучку. Инночка. Ин. Инка. 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 Жмутик. Нас шутку называют Харьковской мафией. Ты неотъемлемая ее часть. И здесь тебя не хватает. Люблю тебя за умение говорить слова наоборот. О террограмм, о немдзюк, о дзевс. Так мое имя не коверкал еще никто и никогда. Ты всегда говоришь обо мне честно. Мне этого не хватает. С тобой классно и легко работать. Инна, для меня ты пример журналистам. Инка, тебе невозможно отказать в интервью. Я жду тебя здоровой. Ты для меня человек, который всегда все делает правильно. Есть такой цветок орхидея. Это про тебя. Женственный, независимый, сильный, красивый. Ин, ты настоящая. Смею тебя за правду. Мы с тобой уже давно не виделись. Надо встретиться. Наша Инне нужна помощь. У нее редкая форма рака. На лечение нужно 40 тысяч евро. Мы справимся только с вашей помощью. Помогите нам спасти друга. Помочь Инне победить рак может каждая гривня. Реквизиты у вас на экране. Также их можно найти на нашем сайте подробностей в разделе «Мы помогаем». Не оставайтесь равнодушными. Такими были новости этого дня. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова